Телефон выпал. И когда он, Дональд Трамп, хотел быстро-быстро решить вопросы миграционные, и как бы такие законы, не законы даже, а как бы его решения, решения вот такие быстренькие, спонтанные, вот по поводу семи вот этих стран мусульманских, чтобы не началась какая-то путаница, то дважды, по-моему, дважды, да, дважды, первый раз он выпустил закон, не закон, а как-то называется там решение, или какое там он сделал, как президент, он имеет право, и суд отклонил это его, наложил как бы вето на его это решение. Потом он говорит, да, что-то я, типа, погорячился, как говорится, почесал репу и думает, что-то я погорячился, дай-ка я найму юристов, поработаем. Поработали. Вот, я сразу хочу сказать, что я, ну, когда шла борьба между Клинтон, Хиллари Клинтон и Трампом, я не очень следила за вот этой предвыборной гонкой. Я включилась уже под самый конец, и я была на стороне Трампа. Ну, как бы, Хиллари мне вообще не внушала никакого доверия. Сам, во-первых, Дня Трампа я не очень знала. Я, Белочка, 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 их тут много. Я знаю, что это, конечно, всех удивляет, но нас уже не удивляет. Они тут просто везде, они везде. Вот, и что я хочу сказать. То есть, я как бы, он мне как бы симпатичен. Он мне симпатичен, хотя, ну, такие баталии между всеми, как бы, чуть ли не на два лагеря была разделена страна за него и против него. Но мне что-то нравится, что-то меня как-то настораживает, возможно. Но, скажем так, я не делаю кумира из него ни с кого. Я понимаю, что каждый человек не мужчина и так далее. Но так он, в целом, когда он победил, мне было радостно, что, несмотря на всю грязь, которую вылили на него, несмотря на все вот эти вот денежные вливания, которые сделала Клинтон, вот люди, именно люди проголосовали. И то, что он один сам начал, сам в себя вложил, сам раскрутил и так далее. И еще, как бы, он мне симпатичен по той простой причине, что я видела еще, когда я вообще не знала, кто такой Трамп, я видела вот эти дома, которые он построил для малоимущих и для пожилых. И он просто их фактически отдал людям. Он построил и отдал. У него много было программ вот таких, чтобы вот именно отдать людям дома, вот эти большие билдинги. И даже вот на Непчун-эвеню есть дома, которые разыгрывались в лотерею, и они за небольшие деньги сравнительно. Люди их, они не являются их несобственностью. Они могут жить, они могут передать своим детям эти дома, но они не могут, как бы, их продать по рыночной цене, скажем так. Это, ну, другие дома. Вот такая вот ситуация. Ох, я потеряла мысль. Так вот, нет, вернусь. Так вот, когда он сказал, что-то я погорячился, давайте позовем юристов. Позвали юристов. Юристы там раз-раз-раз, все, подумали. Здесь будет новый такой райончик, я перебью. Вот за... Так вот я сделаю. Тут было раньше все. И там не видно будет. Ну ладно. В общем, там, да, я смотрю, даже вот эти какие-то будут... Что ж там будет-то? Ну, какие-то вот, как в джиме, вот эти машины. Тренировочные машины. Да, вот это интересно. Это они тут развернулись. Когда же они это все откроют? Тоже уже давно идет реконструкция здесь. Хорошо. Значит, второй раз он пытается провести свое решение. Уже проработано, все так красиво сделано, с юристами посоветовались. И опять... И опять не проходит. Опять накладывает какой-то судья там, куда-то это все. Нет, нет, не проходит, и все. То есть я что хочу сказать? Вот такая вот замечательная страна. Где даже президент... Если он что-то делает против закона... Ну, не сильно, я там думаю, у него было. Не сильно против закона, но чуть-чуть даже. И все, и не проходит. Вот, пожалуйста, видите, они ходят и ходят, ходят и ходят. Я имею в виду, спортом занимаются? Спортом? Вот. У нас вот в нашем бюлдинге разные национальности живут, разные. Хотя я живу, фактически, это русский район. Ну, можно сказать, что это русский район, Польша. Ну, это не Брайтон, конечно. Нет, не Брайтон. Но вот в нашем бюлдинге много разных национальностей. И вот я заметила, что после избран... У нас есть несколько семей пакистанцев, потому что у нас пакистанец супер. И я заметила, что как-то они стали более такие улыбчивые после избрания Трампа. Более улыбчивые, более доброжелательные ко всем нам. Что приятно. Вот видите, сколько детей. Сколько детей. Что-то здесь какие-то были соревнования, наверное. Вот обратите внимание, тоже слухи о американской тучности. Они сильно преувеличены. Сильно преувеличены. Так. Сейчас я еще пройдусь в одно место. И все. Хочу показать вам детскую площадку. Просто замечательную детскую площадку. Просто замечательную детскую площадку. Здесь такие частные домики. Здесь такой центр. Куча всяких кружков. Тут тоже какие-то... В общем, кто не работает, конечно, хоть с утра до ночи. Приходи, занимайся тут. Чего только нету. И даже, по-моему, чем-то кормят по... Очень дешево. Кто-то может приходить и завтракать, обедать. Ну, там платить надо, но немного. Вот. Просто так вот немножко пройдусь. Площадочку. Не знаю, она будет не очень видно. Вот такой замечательный, с мягким покрытием. Что приятно, мягкое покрытие. Вот так пройдусь. Мягкое покрытие. Сейчас я же потрогаю. Да, мягкое покрытие. Ой, какая. Такой мальчик. И вот здесь скоро будут фонтаны. Это все бьет. Детвори здесь жару. Но, хотя сказать по правде, сегодня очень тепло. Очень тепло. Даже вот просто жарковато. Вот, знаете, кстати, вот, без сказать о детях, в Америке как-то вот так сурово достаточно. суровая программа, или, как сказать, суровая такое, суровый закон. Не знаю, это не суровый закон, а не очень-то добрый. Не очень-то добрый закон к тем, у кого, кто выходит по беременности в отпуск, скажем так. Он даже не, это, то есть женщины, они даже не выходят в отпуск. Они могут находиться, по-моему, 2-3 месяца всего лишь. И 2 месяца как бы официально, месяц, по-моему, еще они могут брать за свой счет. Два месяца... Здравствуйте. Ой, привет. Ты здесь живешь? А? Ты здесь живешь? Да. А, здорово. Хороший район. Да. Здравствуйте. А чё? Хороший район здесь у вас. Да, неплохой. И он туда в школу приходит, да? Да, да. Он есть и сортобусы делает. Ой, какой? Сотый, да? На сотом? Нет, специальный авто у нас, который здесь у себя. Классно, классно. Ну, отдыхайте. Здорово. Такая погода замечательная. Давайте, счастливо. Ой, ну надо же встретить. Господи, у меня был когда вариант, когда я устроила свою школу, у меня был вариант вот в этой школе работать. Где она? Вот в той, вот, которая там. Я вот думаю, что у меня там знакомая работает. Но это middle school, это дети седьмой, восьмой, девятый классы. И я думаю, какое... Я так ещё думала, что если бы я в ту школу попала, у меня как бы был вариант, там не было медсестры, я могла туда попасть. То есть, если бы я туда попала, я бы на шагу не смогла ступить, вот здесь бы. Я бы тут ходила бы, вот в парке, который я очень люблю, и мне бы постоянно там кто-то останавливался. Вот этот мальчик сейчас прошёл, он в моей школе, в другом районе. Но он живёт здесь, это ж надо, так получилось. И я... Он попал в кадр, наверное. Вот такая красотища, вот такая красотища. Ой, как здесь красиво. Так вот, видите, я всё-таки мысль-то не теряю. Не теряю мысль. Вот нарциссики, пожалуйста. Цветут никто, никто не рвёт. Но вот никто не рвёт. Смотрите, не от того, а от того, а от того нарциссика. Вот. То есть... Сейчас, сейчас здесь сниму, вот как красиво. Этот кусочек очень люблю. Он и зимой, он и зимой вот здесь может фотографироваться, он очень красивый. Вот, пожалуйста, цветочки. Цветочки. И вот, когда, значит, женщина здесь выходит... Всё, я выхожу из парка и иду по направлению уже к дому. Вот всё цветёт. Мороженое. Вот, видите? Дети как дети, худенькие все. У меня тоже в школе. Sorry, excuse me. Тоже особо нету с лишним весом детей. Ну, то есть, не так, как всё рассказывают. Я смотрю там, в общем, что всё, Америка вся там, всё изнемогает. Ну, не так, не так, всё. Ой, какая здесь красота. Просто прям вообще, душа радуется. Сегодня такой день вот, ну, прям первый после долгих, холодных дней, когда было 10, максимум 12 градусов. И просто все высыпали, все высыпали. Никто не хочет уходить. Ну, домой. Какая красота. Так вот, опять возвращаюсь к несчастным женщинам, которые, которые всего 2-3 месяца. Вот при всей вот такой вот, ну, много-много соцпрограмм, много, конечно, не дадут человеку здесь подставить, подставить страна, хотя это строгая. Я всегда говорю, что Америка строгая страна и строгая воспитательница, строгая мать такая вот. Но в тяжелую минуту она подставит плечо, человека не оставить на улице, если он сам не хочет. Ой, ну, конечно, бывают всякие ситуации, всего полно у людей случается. Но вот почему-то, почему-то, почему-то женщинам, которые ждут детей, беременным, почему-то только 2 месяца оплачивается. А потом она еще может взять за свой счет, а потом она должна решать, либо она берет няню, либо она увольняется. Вот это, конечно, удивительно. И при всем при этом как-то все выкручиваются. Вот это я тоже заметила, что как-то все выкручиваются. Ну все, сейчас еще перейду дорогу к тому красивому деревцу. И я сажусь на свой велосипед. И все. Всем пока. Ой, вот это еще два слова скажу. Распрощалась, но скажу. Вот это сакура или это какая-то вишня, черри какая-то. Но это просто, это просто счастье Нью-Йорка. Вот они везде, ну, по крайней мере, в Бруклине. И кто-то говорил, что когда-то сколько-то там сотен деревьев было подарено каким-то японским правителями Нью-Йорку. И вот, конечно, здесь во всех парках, во всех парках вот эта красота. Они не пахнут. Здесь пахнут другие цветы. Но красота вот этих, как сказать-то, вот этих россыпей, что ли, вот этих грозди, грозди. Видите, они везде. Вот там, вот везде. Вот пройдешь по маленьким улочкам, они везде. И, конечно, весной, ой, ну все. Весной это, конечно, просто красота. Ну все, всем пока. Надеюсь, что видео у меня смонтируется и будет все окей. Всем пока.